Я думаю, что эмоций очень много и было, и есть, поэтому ответить сразу на все вопросы таким одним монологом, я думаю, мне не получится. Но если что, меня мой друг просто страхует, Олег, может, привыкли друг друга страховать в этих тяжелых условиях. 2015 год, 195 лет назад, не круглая дата, но я надеюсь, что мы как раз своей поездкой привлечем внимание. И в 2020, когда будет круглая дата, этому событию будет посвящено гораздо больше внимания, но наши российские путешественники Белинсгаузен и Лазарев открыли, что Антартида – это самостоятельный континент, потому что маленький экскурс. И Магеллан, который открыл Магеллан в пролив, и Дрейк, который потом проплыл чуть южнее, и в честь него имени было названо пролив Дрейка, они все думали, что это либо часть Австралии, либо какой-то другой южный континент. И вот наши путешественники, они обнаружили, что это самостоятельный континент, шестой, в 1955 году, то есть 60 лет назад, тоже, ну, в общем, я считаю, что круглая дата, стартовала первая советская экспедиция к берегам Антарктиды. Она была успешной, она преследовала очень много научных целей. Сейчас там функционирует наша российская станция, «Восток» называется, самая крупная, наверное, так и называется, потому что одна из шлюпок Белинсгаузен и Лазарева называлась «Восток», на которой они приблыли на побережье. Но вы знаете, что Антарктида – это нейтральный континент, любая деятельность там какая-то коммерческая запрещена, но, естественно, не запрещено восхождение, в том числе с флагами своей страны. И я считаю, что это имеет большой смысл, глубокий смысл, и мы рассказываем об этом не только своим детям, своих семьях, но и детям детских домов, школах, куда ходим. И я считаю, что вообще это обязанность любого и куда-то популяризировать свою страну, тем более, если мы делаем свои деньги. Я считаю, что в России президент Путин сказал нам об этом в декабре, что Антарктида – это место, которое надо активнее исследовать. Это его слова, мы слышали это все в эфире телеканала, поэтому наша поездка туда, она была продиктована таким желанием, это не первая наша гора. Когда нам говорят, что будет тайна, и какие-то еще вопросы, то у меня возникает вопрос, кому-то постоянно рассказывает. Индринами, если только… Снег, там даже нет ничего желого, даже микровод нет. Там реально ничего не размножается, в условиях такого высокогорья. Это очень суровая история. Вот сейчас там лето, но я вам и сказал о условиях, которые существуют там летом. А у нас, я знаю, что было в истории нашего советского освоения Антарктиды, очень трагические случаи. В 1982 году порядники оставались там, на базе «Восток». И у них вот в феврале, то есть с наступлением антарктической осени, сгорел дизельный мотор, по которому они выходили на связь с Москвой. И они оказались там отрезанными, потому что там погибли какие-то люди. И зимовали там, температура в условиях антарктической зимы опускается до минус 85, а самая минимальная температура была зафиксирована минус 91 градусов. Это вот самая низкая температура, которая была за всю историю метеонаблюдения зафиксирована на Антарктиде. Вы еще привезли камни. Да, мы же назвали местную конференцию Антарктиды нашим, запах нашей Антарктиды, это камни с горы, как вещественное методательство. И уже из зала звучал вопрос, на что же все это снимали. А, ну у нас была камера Гоу-Про, но она, как я вам сказал, села. Поэтому вот эти ролики с верхушки были с мобильного телефона сняты. Но, как бы ты ни берег батарею, и как бы ты ни старался ее держать в тепле, просто когда очень холодно, она теряет это. Журналисты, знаете, что это на морозе, нужно пить ему больше воды. Поэтому воду, калорий, лед, топили его. Я, кстати, принес туда, вот у нас в каморке стоит вода, которой, я думаю, что миллион лет. Потому что мы когда историю про этот тренд рассказали, Амуссона, который он оставил, он уже никто не нашел. Его теоретически можно найти, то есть пробурить определенную скважину, и оттуда извлечь этот тренд. Ученые, которых мы там встретили, из Бразилии, по-моему, были, они доставали лед с такой глубины, которая позволит сказать, что этому льду там очень много лет. Я не могу сказать точно, но они оперировали цифрами миллион. То есть, если хотите, кому-то можно угостить водой, который примерно миллион лет. Ну, можно интриговаривать, может, воду принести? Она экологически чистая, да. А, ну, с собой у вас? А? С собой? Да, с собой. Пожалуйста, можно? Мы просто хотели, мы ее налили в баночку, но просто подумали, что если мы придем сюда к вам с Бразилии, то вы подумаете, что это какая-то из серии пришли экстрасенсы, типа чумак, да. А с стаканом для нас? С стаканом. Нет, это вода, это местная, это Адрия, новостей, вода. Паша, принесут? А, ну, принесут, да. Мы вас можем угостить. Ну, там, в основном, супы такие быстрорастворимые, то, что легко, мало весит, и то, что можно потом превратить в какую-то удобоваримую пищу. Вот Амутсон со Скоттом в 1911 году, и у того-другого уже была аскорбиновая кислота, значит, вот соки типа зука. Знаете, мы закидываем специально соки, вот эти быстрорастворимые, это в чистейшую воду экологическую. Знаете, для чего? Чтобы она не замерзла. Потому что, благодаря этой химии, когда ты идешь на гору наверх, ну, ты же не можешь взять с собой 10 термосов в чай, ну, просто ты в чай только не выпьешь горячего. И не понесешь. Да, и не понесешь, чтобы термос тяжелый. Ты берешь воду, а чтобы она не замерзла в рюкзаке, ты туда добавляешь какие-то вот эти, ну, гадости. То есть чистейшую воду, экологически чистую, ты портишь. Ну, это только вот так. А быстрорастворимые каши, вот гречку мы с собой из России будем. Водок, в принципе. Водок, где, а вот, да. Ну, это после уже. Да, готовы угостить. Но вот для Татарстана специально я записал ролик, буду показывать школу. В Антарктиде не только время, лето. И там солнце не заходит. Она, более того, даже не скрывается за линию горизонта, она все время примерно так. Вот. Как это? Прочу с тобой. На которой висят лампы, прожекторы. Ну, если ты находишься в середине этой точки, то солнце все время наверху ходит. Но некоторое время суток, ночной период, солнце заходит за гору. Мы же все разбиваем лагерь у подножия горы. И когда лагерь оказывает лени, температура сразу, буквально за 10 минут, падает с минус 15 до минус 40. У меня был сваленный мешок наш, отечественный. Но он комфорт показывал, что комфорт минус 20, а экстрим минус 40. Но я в нем промерзал. А когда, и чем выше ты поднимаешься, то есть понятно, что наше путешествие состояло из многих отрезков путей. Мы прилетели сначала, ну, сложный маршрут, потому что не летают напрямую в Южную Америку самолеты. Надо лететь через Мадрид, потом Сантьяго, потом перелетишь вдоль всего Чили, на самую южную точку Пунта-Аренас. И там дальше Ил-96 с нашими русскими летчиками, сборный экипаж, тебя приводят на Эльдину, куда насадиться, только если погода идеальная. Вот на Эльдине начинается путешествие уже внутри материка. Маленький самолет забрасывает в базовый лагерь, который находится у подножия этой горы Пиклинска. Там действительно комфортные условия, ну, как относительно комфортные. То есть температура, там, минус 15. Учитывая, что это круглые сутки, и согреться тебе нет, то ты постоянно так промерзаешь. Ночью холоднее, но ночью проводишь в спальнике. Палатки российские. В спальнике российские, кстати говоря, вот там был один парень из Эстонии, он, вот это для него седьмая вершина, то есть есть программа «Семь вершин». «Семь вершин, семи частей света», которую мы с Олегом и делаем. Мы прошли Бруск, Келеванжаро, Канкарго, сейчас вот Пиклинска, нам осталось, конечно, сложное испытание в виде Эвереста, но я думаю, что это вопрос не этого года, учитывая то внимание, которое мы от нас получили к этому процессу. Я думаю, что, может быть, это останется за пределами нашего депутатского срока, потому что полтора месяца вы нас точно так, наверное, съедите. Что касается вот этого процесса, это уникальная гора, потому что все остальные горы, на которые я когда-либо заходил, обычно это в два часа ночи подъем, чтобы успеть, пока солнце находится в зените, спуститься, то есть это должно быть обязательно в 12 час на горе. Здесь совершенно другая история, здесь, поскольку солнце никогда не заходит, то есть просто примерное условие, так и должен стать, как просто, когда кончится ветер. И вот проблема вся в том, почему мы не приехали к кулинарному населению. Мы должны быть 15-го числа на Москве. Но ведь проблема в том, чтобы попасть в то место, откуда летает регулярный рейс, то есть это пункт арена, самая южная точка Южной Америки. Если бы мы там оказались, мы бы, конечно, пришли. Но мы покорили вершину, забрались, подрузили в флагах, когда спускались, нас отрезала погода, то есть, что вы понимали, есть лагерят, и идешь, сначала есть базовый, потом нижний, потом верхний, и с верхнего лагеря идет штурм-горы. Так вот, на верхнем лагере мы застряли туда, чтобы добраться на верхнем лагере, проложена пенистская веревка, под углом 45-50 градусов. По этой веревке можно подняться и спускаться, только держать за нее. И когда дует сильный ветер, и веревка обледеневает, это с точки зрения безопасности невозможно с нее спуститься, что можешь соскользнуть, и никто тебя не сможет остановить, ты будешь лететь в пропасть. Поэтому мы застряли. Километровая пропасть. Да. Поэтому мы 6 дней провели до высоти 300, и у нас кончился в спутнику, в гидрофоне Иридиум, кончился заряд, потому что я, в фриксаторе был слишком тяжелый, и я оставил солнечную батарею, от которой мы заряжаемся, нижней лагерей. Естественно, у нас села батарея, и вот Павел Склинчук, вот я флаг Татарстана, вот уже, кстати говоря, с президентом Татарстана, я в вопросах шутил. Вот для чего это делается? Я вам пытаюсь объяснить с чаще точки зрения. Я пойду в школу или в вуз Татарстана и буду об этом рассказывать. Это мой урок избирателей. Я горжусь тем, что я сделал. Я буду об этом рассказывать. Естественно, мы не хотели, чтобы этот стандал получился таким на всю страну, так, чтобы это все обсуждалось, обсасывалось. Так вот, возвращаясь к лагерю, мы не могли, мы были заперты в ловушке, у нас кончилась батарея, у нас просто сидя не было свет. Поэтому с нами такая глаз, что Павел написал, и потом началось информационное развитие событий, о котором, ну, мы уже узнали, когда прилетели сюда, когда все это прочитали, но я так понимаю, что вопросы были. Как только мы спустились, как только приема свобода, как только Илюшин смог приземлиться, и как только мы оказались на материке, мы сразу же отправились обратно. Вот, давайте, если посмотрите, как такой ветер будет. Это, причем, в этом лагере, куда приземляется Илюша. То есть палатку сносит. Я специально ее снял, насколько ее сильно трясет. То есть, представьте, ветер в два, в три раза сильнее на высоте. А дайте на следующие видео. Да, я не знаю, их есть там или нет. Нет, есть. Ну, это вот, если бы любил. Да, это лагерь. Ну, это лагерь базовый. Каспорт лагерь. Да, если бы там оказались, естественно, оттуда было все. И можно и улететь. И можно позвонить. Да, на чилийскую базу, с которой вот летает Илюша. И можно позвонить. Что касается более высоких лагерей, там гораздо более все жесткое.